Дорогие друзья, добрый день! Надеюсь, что он у нас будет добрым, как и год будет добрым по Тироши Шана. Дай Бог, чтобы все хорошо его встретили, дай Бог, чтобы у всех была хорошая печать. Меня зовут Арон Рея, мы уже виделись один раз, я представился, а теперь увидимся снова. Снова здравствуйте! Недельная глава у нас сейчас Байя-Лех. Я ее прочел с комментариями Раши, немножко добавил своего видения и хотел бы сказать и сфокусироваться на одной фразе, на одной комментарии. В этой главе нам сказано, как Моши уходит из этого мира, прожив ровно 120 лет, и оставляет своего ученика, пешего на вина. Ученика благословенного, с которым ходил Бог, который сходил с Богом. Ученика сделавшего много для нашего поколения, много для нашего народа и ученика, в котором была часть его учителя Моши. Комментарий Раши в недельной главе у нас звучит следующим образом. Ученик дорог человеку, как сам он себе дорог, до тех пор, пока жив ученик, жив у учителя. От себя могу добавить, а если живы ученики учеников, значит это продолжение рода, так же, как геновнуков сидят в дедушке. Возможно так. А теперь мой личный опыт. Я родился вместе на севере России. Хороший городок. Моя семья была по английским меркам upper middle class. Наверное, потому что высшего класса не было. СССР развалился. Новая Россия только набирала, набирала элиту. Так получилось, что в доме всегда был достаток. Ашем дал моей семье хлебную карту. Родители занимали хорошие положения. Особенно моя мама. В доме всегда были достаточно важные люди того времени. А так же репетиторы, которые обучали детей, чтобы дети в доме имели хорошую подготовку. Для светской жизни. Так получилось, что само детство, как таковое, сам я не знал. В привычном понимании. Воспитывал меня во многом горсткий еврей. Хорошо реализовавший свои амбиции в жизни. И воспитывающий меня как сына, которого он потерял в силу определенных людских пороков. С детства я часто был либо у него в офисе, либо в офисе у моих, членов моей семьи. И несмотря на то, что я был маленький, я уже тогда, наверное, знал, когда надо молчать, когда взрослые говорят и просто слушать. Помню, как я пошел в спортклуб в 7 лет. Это был один из первых спортклубов с тренажерами Кеттлер. Первых хороших спортклубов. Он был для работников банка, а по выходным работал только для руководства. И мы с семьями дружили. Ходили в СПА, проводили выходные. Меня окружали взрослые люди, мужчины. Со временем один из них стал мэром этого города. Они часто говорили о делах, принимали меня как любимца. И я старался, наверное, у них учиться. Учиться взрослой жизни, учиться познавать себя. Далее был переезд в центральный город Северного Кавказа. Небольшой численностью 500 тысяч человек. Ну, слава богу, дом, в котором было много квартир, где жила моя семья, он был очень хорош. Там также жили знатые люди того города, губернатор, судьи, бизнесмены, видные врачи, ректора, директора аэропорта. Поскольку я был маленький, многие из данных людей воспринимали меня как маленького ребенка. А я в свою очередь дружил с их детьми. Мы дружили с семьями. Также получалось заходить в семьи. Всегда были праздники, когда я был у них на праздниках. Они были на моих праздниках. Всегда был хороший стол. Причем были дети разных национальностей. Мы не делились. И многие эти друзья, они у меня остались до сих пор по жизни. Мы дружим и поддерживаем, мы подпитываем друг друга. Если когда-то где-то кому-то нужна помощь, мы стараемся объединяться. Со временем мое детство в данном окружении дало свои плоды и решение насущных дел, первых бизнесов. Это были люди-учителя, у них можно было поучиться. Люди, которые могли создать проблемы. И люди, которые могли решить эти проблемы. Дальше в моей жизни появился дядя, давший мне Дере Херетс, мудрость. Был и другой член семьи, родственник. Это гора, которая шла вперед. А я шел за ним, обучаясь каждый миг, каждый шаг. Эта гора была лояльной ко мне, а я к ней. Я любил ее как отца. И порой та мудрость, которую давала мне данный человек, была велика. Помню, как он сказал однажды, делай, что хочешь, занимайся, чем хочешь, но знай, сзади тебя есть гора, как гора Мирон у нас в Торе, которая тебя подхватит и не даст упасть никогда. Это давало такие силы, они были волшебные. А также история его, когда молодой ученый, советский еврей, отец которого эмигрировал в в Кручевскую отепель. И так получилось, у него эмигрировали США. Сын рос в СССР, отец США, уже другая семья, родители в разводе. И вот однажды отец написал, сынок, я молодому молодому человеку получить выездную визу, надо было ждать очень много, специальные комитеты создавались и так далее, и тому подобное. Однако, в итоге, выездная виза была получена через много времени. Отец уже умер. При выезде можно было поменять то ли 220, то ли 240 долларов в специальном обменнике. Но этого было недостаточно, потому что самолеты летали, грубо говоря, Москва, Нью-Йорк, а надо было дальше лететь в Лос-Анджелес, и билет стоил дороже. Но чиновников это никак не волновало, они сказали, что ничем не могут помочь. И вот молодой еврей приехал в США без денег, старался найти какую-то подработку, но этого всего не хватало. Совершенно советский человек, он однажды попадает в Нью-Йорке на 770. Вместо где-то был Любавишский Рэбе, глава поколения Шнейерсон. Он оказался в здании 770, видел Рэбе, и, наверное, в тот момент он был благословен. он получил благословение на все дела его, на правильную жену. В общине у него спросили, молодой человек, почему вы такой грустный? Он рассказал историю, что я еврей, я приехал увидеть своего отца, проститься с ним, побыть у него на могиле, у меня нет ресурсов, финансов. Хорошо, вот вам визитка. на визитке было написано Jewish Travel Agency. Приходите туда, скажите, что вы от меня. Хорошо было сделано, когда он пришел в это агентство, ему сказали, цена была высокая, но когда он дал визитку, сказал, от кого он, ему сказали, так бы сразу и сказал, что у тебя есть, мы тебе сделаем лучший вариант, и ты спростишься с отцом. Миссия была выполнена. И вот молодой еврей, он решил вернуться назад из США в Советский Союз. Уже наступало время перестройки, гласности. Он занялся бизнесом. Нашел правильную жену. Своим благословением он создал очень большой успешный бизнес. Сейчас в его бизнесе трудятся тысячи людей. Это бизнес на благо общества. Это бизнес дает прибыль. Человек состоялся. Человек делает добрые дела в том числе. я думаю какая-то дар какое-то благословение которое он получил. Трудно быть евреем. Очень трудно. Но стоит. Ой как стоит. Это были светские люди которых я перечислил. Помню как в юности своей я услышал песню. Она была патриотическая израильская. Песня которая помогла мне сделать в том числе Чу. Помолитесь за наших солдат. За израильских наших солдат бросит взгляд любознательный некто. С удивлением отметит тот взгляд что глаза их полны интеллекта. Мой сынок ты оружию рад. Хоть и в жизни ты не воин. Программист ты в душе не солдат. Я тебя воспитать постарался. А ведь это правильно. Пел песню раф моей семьи. Давний раф. В свое время знаменитый раф в Грузии. Раф Мейер Левин. Семейство Левина. Они преподают сейчас в том числе и многоигра. И эта песня помогла мне совершить шуру. Помогла осознать кто я. Куда я иду. Чего хочу. Знаете, когда у меня было недопонимание я один раз пошел в синагогу она была хоральная там один раф был и он сказал запомню одну вещь раньше мужчины охотились на мамонтов а теперь мы все в костюмах в пиджачках но мы те же охотники ведь порой нажать на одну кнопку намного важнее чем быть рот и солдат так получилось что среди англосаксов у меня появились учителя наставники раввины люди с которыми мы дружим и поддерживаем друг друга и барышский рэбэ писал весь мир мой учитель Бал Шемтов учит что из всего происходящего вокруг нас всего увиденного или услышанного нами следует извечь урок как мы должны служить Богу в какой-то момент жизни я уехал в Англию живя в Лондоне в респектабельном районе в прекрасном доме у меня также был сосед напротив дом у него был еще более респектабельным лучший дизайнерский лимонт точно знаю три автомобиля мерседес джип геленваген бентли и спортивная феррари купленная у какого-то испанской звезды футбола причем руль был немножко другой не тот который в Великобритании этой феррари у него было много женщин главную из них он называл my main girl остальных они были приходящие и уходящие данный сосед он не был еврей но он мне всегда помогал в бытовых вопросах какие-то советы достаточно мудро давал основная его девушка была красавец я порой думал откуда у него такое благословение в делах в бизнесе он был бизнесмен и вот однажды я его спросил тебе нравится такая жизнь он ответил друг мой пойми девушки любят не меня они любят мое положение а я хочу не есть в ресторанах хочу иметь уют в доме очаг хочу есть в своем доме с любящей меня женщиной и тогда я задумался как так человек такой многогранный и хороший я стал свидетельствовать хорошие у него я спросил у него а у тебя был учитель учитель который тебя направлял я получил ошлабляющий ответ когда он сказал знаешь с юных лет у меня умер отец и воспитывал меня еврей он был моим учитель он говорил что мне делать куда инвестировать заработанные мне деньги и сейчас у ученика много активов много недвижимости и много благословений этот человек есть хотя его кровная семья отказалась от него даже собственная мать когда его учитель умер сосед связался с раввинами организовал похороны регулярно следит за тем чтобы читался кадиш я тогда понял что в этом человеке живет часть еврейской души часть его учителя так уж получилось что и моего учителя нет одного из моих учителей нет в живых но он живет во мне часть его он к сожалению ушел от новой болячки да будет стерто ее название из этого мира и чтобы мы забыли о ней поскорее похороны уже организовал я и кадиш тоже читаю и тут я себя поймал на мыслях когда готовил сегодняшний урок а буду ли я читать кадиш о других своих учителях евреях а разве может благородный благодатный благодарный сын отказаться от чести для своего отца от такой чести знаете каким злодеем не был человек но от этого он казаться не может ибо все же человек и я буду читать кадиш потому что я понимаю что это мой долг а теперь я зачитаю небольшой реквием по моему учителю который ушел сейчас небольшая выдержка из нашего труда кое лет еврейского труда какая выгода человеку от всех трудов его что он трудится под солнцем поколение уходит и поколение приходит а земля пребывает вовеки и восходит солнце и заходит солнце и устремляется к месту своему где оно восходит кое лет мы верными друзьями были свидетель этому кавказ не разделили споры нас а цели нас объединили твои слова не думаю что на свете было бы что-нибудь хуже легкомыслия легкомысленные люди способны на всякую затею как бы дурна опасна и губительна она ни была поэтому берегись кака дня ты был мой друг мой собрат мой любимый герой и мой мудрый учитель который помогал познавать искусство маленьких шагов и мыслить масштабно принимать решение нести ответственность в борьбе не отступать идти на сцепку использовать все что под рукой никогда страшно делать вид что наступаю учил постигать тайны бытия я помню как ты однажды сказал мальчик мой сейчас есть ситуация когда ты можешь откупиться от неправильных людей но запомни заплатив один раз ты будешь платить им всю жизнь я сделал выводы понял что надо принять решение я победил благодаря своему мудрому совету ты учил постигать меня тайны бытия не бояться силы искать другую силу стараться в мир собрать свой кругозор не пресыщаться сохранить нашу веру смотреть вперед и обострять свой взор я люблю тебя уважаю ценю твое продолжение также во мне и моих делах надеюсь тебе будет хорошо в лучшем из миров и ты будешь радоваться за мои успехи а я я буду стараться нести твое доброе имя и понимали что главное во мне не я а в том числе твои продолжения на этом все всем спасибо за урок всем уже наступившего хорошего года